И, наконец-то, заключительный случай. Вариант бесшовной фиксации трехчастной ВОЛ при полном отсутствии капсульной поддержки. Кадатская Волгоград. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Можно включить фильм. Включите, пожалуйста, фильм. Вашему вниманию представляется вариант бесшовной фиксации трехчастной интраокулярной линзы при полном отсутствии капсулярной поддержки. Клинический случай пациента 56 лет, который обратился в клинику с диагнозом последствия контузии глазного яблока, люксация хрусталика в стекловидное тело, частичный гемофтальм левого глаза. Острота зрения при поступлении 0,02, с афакичной коррекцией 0,4. Вначале была выполнена стандартная трехпортовая субтотальная витроктомия на левом глазу. Сведение упертура органического соединения перемещенный под радужку хрусталик удалялся методом фако-эмодификации. После этого были установлены дополнительно два порта 27 ГИЧ в проекции циллярной борозды, таким образом, чтобы они проходили в толще склеры протяженностью не менее трех миллиметров, параллельно лимбу. Вот сейчас один порт такой устанавливается. Далее эндроокулярная линза помещалась в картридж и выводилась в переднюю дужку линзы, на которую надевался проводник из силиконовой трубки, таким образом, чтобы оставался свободный конец 8-10 миллиметров. Далее этот силиконовый проводник имплантировался вместе с оптической линзой, частью линзы в заднюю камеру глаза. Использовался картридж С с инжекторной системой Монарх. После того, как оптическая часть была имплантирована, на задний гоптический элемент аналогичным образом надевался также второй силиконовый проводник. И также оставлялся свободный конец где-то 8-10 миллиметров длиной. Далее вся линза была имплантирована в заднюю камеру глаза методом ротации. После этого с помощью двух микропинцетов эти силиконовые проводники последовательно выводились в порты для имплантации линзы. Сначала на трех часах выводится силиконовый проводник. Потом также с помощью двух микропинцетов выводился второй силиконовый проводник на 9-ти часах. Далее последовательно подтягиванием за оба силиконовых проводника линза центрировалась. И при этом гоптические элементы заводились в порты на 3-9 часах. После этого медленными движениями эти силиконовые проводники удалялись и удалялись уже после этого порты на 3-9 часах. Здесь конечно после этого, когда будет второй порт удаляться, проведена репозиция немножечко вылезшего гоптического элемента. И накладывались, удалялись оставшиеся порты и накладывались швы на конъюнктивы. При выписке острота зрения 0,5 со сферой плюс 1, 0,6. Благодарю за внимание. Скажите, а что это за проводник? Это силиконовый проводник? Это хирург брал, есть такая витриальная конюля с мягким силиконовым наконечником. Вот из нее 25 гич. И вот я не заметил, а дужку вы как потом фиксировали, когда вы вывели через порты? Она оставалась, то есть делала длинный порт, чтобы длина не менее... Нет, а потом дужку, как ее... Она оставалась в этом... Ну ее надо в канал склеральный, иначе она будет прорезаться. Душка, 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 линзы. Как вы ее фиксировали, когда вынули из порта? Она оставалась в этом тоннеле. В тоннеле, где порт проходил? Да, да, да. Вот в этом именно... В коротком тоннеле. Специально длинный, нет. Он должен быть не короче 3 мм, чтобы душка могла там находиться. Но вот у нас срок наблюдения... Но она может провалиться. Пока вот у нас больше 6 месяцев наблюдения срока, линза стоит хорошо. Но этот метод, пока у нас два случая, то есть он требует дальнейшего, конечно, совершенствования. Но вот в длинном порту... Просто или приклеивают, или делают склеральный тоннель, чтобы ее зафиксировать. Если вот сделать этот тоннель чуть подлиннее, то, в принципе, там душка может находиться достаточно долго. А вот, в принципе, известный метод фиксации там или подвыгнутых там трехставных линз, когда берется просто инъекционная игла, точно так же пытается, ну, интрасклерально пройти там 2-3 мм пар спляна. В эту иглу, как в проводник, уже вставляется эта душка, выводится. А чем этот метод не... Просто очень долго... Ну, такой вариант, вот, с использованием этих проводников достаточно более удобно и... Ну, я так понимаю, что это витриальный хирург делает. Ну, конечно, конечно, хирург... Витриального хирурга, знаешь, удобнее. Шесть портов, не проблема. Спасибо. Еще вопросы есть? Нет. Дорогие друзья. Днем хирурга, да? Решите вас поздравить и поблагодарить, что, несмотря на время, несмотря на пятницу, вечер, так много людей присутствовало и проявило интерес к этой видеосессии. Поблагодарить президиум, который активно принимал участие в обсуждении. И до завтра. Спасибо всем. Спасибо.